Литва закрывает два пункта пропуска на белорусской границе, опасаясь проникновения в страну наемников ЧВК Вагнер. Тысячи жителей бегут из охваченного насилием района Гаитянской столицы. Для восстановления порядка может понадобиться международное вмешательство. Литва с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Из-за возможной угрозы безопасности со стороны российских наемников ЧВК Вагнер, размещенных в этой стране. В Минске это решение назвали очередным недружественным шагом Вильнюса, заявив, что официальная позиция не соответствует истинным причинам. Безопасность гранит стал одним из главных вопросов, обсуждавшихся во время визита президента Латвии, Эдгара Старинкевича, Варшаву. Его польский коллега Анджей Дуда заявил об угрозе гибридной агрессии с территории Белоруссии и пообещал оказать военную помощь Латвии в случае необходимости. В этом году Польша закрыла все пропускные пункты на границе с Белоруссией, кроме одного, и перебросила на восток 10 тысяч военных. Латвия также мобилизует пограничников и дополнительные войска для защиты границы. 28 августа представители Польши, Литвы и Латвии обсудят механизм полного закрытия границы с Белоруссией на встрече министров внутренних дел в Варшаве. Празднования в честь Дня войска польского продолжались несколько дней и завершились грандиозным военным парадом в Варшаве. Военная тематика стала одной из самых обсуждаемых в стране. Связано ли это с реальной угрозой безопасности или является частью политической кампании? Мнения разделились. Мнения экспертов также разделились. Одни говорят, что большее присутствие армии в жизни общества сегодня оправдана и реакция власти адекватна. В рэнкингу зaufания споэчного займует высокое второе место. Понадто выбор войны в Украине поводит, что обыдатели с dużым непокоем obserвуют эту ситуацию. У нас odpowiedние кроки zostaли подъяты. На Белоруси появились боевницы группы Вагнера. Другие эксперты отмечают, что армия и напряженные ситуации в регионе используются во внутрь политических целях. Вагнеринская область Вагнеринская область Те, кто не был на военном параде, указывают на его политический характер и напоминают о приближающихся парламентских выборах. У меня было много этих действий, я смотрела на премьер и министра общественного общества, и это было очень политическое, очень в программе выборчим, поэтому уже там было проведение опозиции и их действий, поэтому это не так, как я бы хотел. Во французском департаменте КРС начались раскопки на месте предполагаемого массового захоронения пленных немецких солдат и француженки, обвиненной в коллаборационизме, расстрелянных участниками сопротивления в 1944 году. О расстреле, осуществленном по приказу генерала Пьера Кёнига, спустя много лет рассказал 98-летний ветеран сопротивления Эдмон Ривей. Они показали нам эту точку, что Георадар уехал эту площадь и сказал, что здесь такие anomалии на Земле. И это может быть, что это сказал, что здесь есть храм, и мы проверим это сейчас. Мы начали исследования, которые сейчас в форме фуи, дэксумации. Операцию по поиску останков вблизи города Меймак проводит национальное управление Франции по делам ветеранов. Эксгумированные останки будут отправлены на экспертизу, чтобы установить личности пленных, а затем их передадут Германии. В Канаде начинается массовая эвакуация населения северо-западных территорий. Лесные пожары вплотную подобрались к столице приполярного региона Елу-Найф. Власти говорят, что 20 тысяч человек, в том числе из общин коренных народов, должны покинуть свои дома как можно скорее. Многие автомагистрали были закрыты. К эвакуации привлечена военно-транспортная авиация. Более 200 лесных пожаров уже сожгли обширную территорию северо-западных территорий. Если не будет дождя, огонь может достичь Елу-Найфа в течение выходных. Восемь населенных пунктов, в которых проживает около 7 тысяч человек, или 15% населения региона, уже эвакуировано. В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров. Сгорело более 21 тысячи квадратных километров территории. На данный момент в стране зафиксировано более тысячи действующих очагов возгорания. Тысячи жителей бежали из охваченного насилием района гаитянской столицы Порте-Пренса. Местное население держит в страхе банда, возглавляемая Ренелем Дестиной, известным под псевдонимом Тилапли, который разыскивается властями США за похищение американских граждан. Полиция пообещала противостоять преступникам, но это мало успокоило жителей. Гаити погрузилась в хаос после того, как в 2021 году был убит президент Живенель Маис, и банды начали захватывать контроль над страной. В настоящее время преступные группировки контролируют около 80% гаитянской столицы. Правозащитники утверждают, что для восстановления порядка могут потребоваться международные силы безопасности. Жертвами мощного взрыва в пекарне в Доминиканской республике стали не менее 27 человек, пострадали около 60. Трагедия произошла в понедельник в центре города Сан-Крестоболь. Полностью разрушены 4 здания, повреждены 9. Пожарные все еще пытаются потушить огонь. Причины взрыва пока не установлены. Следователи выяснили, что на месте не было никаких емкостей с горючим. Местные жители пожаловались властям, что в здании действовала нелегальная фабрика. Правительство Германии одобрило законопроект о либерализации правил в отношении употребления каннабиса. Речь идет о легализации хранения ограниченного количества вещества. Также будет разрешено выращивать марихуану дома и организовывать клубы любителей каннабиса. Однако в свободной продаже наркотика не будет. Мы имеем увеличенный каннабис-консум. Это, конечно, также касается детей и южных, южных, южных. То есть, увеличенный консум сейчас находится, без ответа на вопрос. Мы хотим ограничить к консуму и безопаснее, особенно для детей и южных. Но мы не хотим его отыскать. Жителям Германии в возрасте от 18 лет, как предусматривает законопроект, будет разрешено вступать в специализированные клубы. Их членам позволят выращивать каннаблю и распространять в строго определенных количествах. Сейчас каннабис в Германии можно легально выращивать и использовать для ограниченных медицинских нужд. Если парламент одобрит законопроект, Германия станет третьей страной в ЕС после Мальты и Люксембурга, где рекреационное использование каннабиса выведено в правовое поле. Знаменитый музыкальный фестиваль «Сигит» завершился выступлением одной из ярчайших поп-звезд современности. Концерт Билли Айлиш стал прекрасной наградой для ее поклонников в конце шестидневного концертного марафона. Как поклонникам музыки все-таки удается выдерживать заданный фестивалем «Ритм»? Концерт Билли Айлиш, которая в свой 21 год завоевала уже 7 премий Грэмми, посетили более 50 тысяч зрителей. Самые выносливые разошлись на следующее утро. В этом году на «Сигит» собрались 420 тысяч человек, что на 30 тысяч меньше, чем в прошлом. И уже в четверг в продажу поступят билеты на следующий фестиваль, который начнется 7 августа 2024 года. Альгор Адам, Euronews, Будапest. Продолжение следует...